Сейчас Николай в упадок приходит и, естественно, корабли здесь Россия не строит. Россия на свои заводы вывела. У России несколько сот миллиардов долларов программа по перевооружению армии Российской Федерации. Миллиардов долларов, сот миллиардов долларов. И вот в данной ситуации, отказавшись от этого, Украина утрачивает эти возможности, а, естественно, мы ничего взамен не приобретаем. Если кто-то, может быть, из наших граждан Украины не понимает, то по тому же кораблестроению в Европе Голландия в основном этим делом занимается. Это перераспределение в Европе. В результате этого свои верхи потеряла Польша. Откуда Валенца начинал? С верхи Польши. Бузить и, естественно, такая власть менять Польши. А сегодня, оказывается, все это уже по-другому. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, наша позиция о необходимости проведения референдума, как в политическом плане, в социально-экономическом и чисто экономическом, однозначно соответствует интересам наших граждан. Она не удовлетворяет олигархам. Это тоже однозначно. Мы должны сегодня и с вами максимально действовать, потому что очевидным является, что пятая колонна, если говорить об интересах в общенациональном масштабе для Украины, является партией региона и вся поморачивая вот эта рать, которая выступает за однозначное присоединение Украины к Евросоюзу и не собирается даже вести дискуссию о последствиях для народа Украины. Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые товарищи, тоже четко объясняли людям. Пять лет Украина во всемирной торговой организации. Ну и что вот эта Украина получила? Рынок свой сдала, это факт. А дальше, дальше пишут уже письма в эту всемирную торговую организацию с просьбой изменить, естественно, систему защиты для государства Украина, потому что надо повысить таможенный сбор поступаемой продукции, увеличить его. Если, допустим, в среднем Россия ставила 9-10%, то Украине 2% только. Вот и представьте себе разница какая. Почему? Россия сегодня очень четко понимает, что если только она барьеры не установит жесткие по контролю за товарной массой, откуда она в происхождении и как она попадает, то безусловно она будет терять. Они сейчас эти требования выдвигают. Дорище, очень много сегодня спекуляций идет вокруг этой проблемы. И я хотел бы, чтобы вы тоже понимали, как эти спекуляции используются для оболвания людей и как мы должны сегодня людям эту правду говорить. Во-первых, вот эти так называемые торговые войны, это ведь не войны наших народов. Это войны олигархов. Это понятно. Во-вторых, мы еще год назад предупреждали Украину, и я в публичных выступлениях, в том числе и в парламенте, говорил, уважаемые руководители страны или неуважаемые, Россия, Белоруссия и Казахстан приняли решение о создании таможенного союза. Что вы делаете для того, чтобы защитить украинского производителя? Сейчас, когда петух клюнул в одно место, начали говорить, что Россия вам всем виновата. Но вас-то предупреждали мы, а не Россия, что давайте подготовим тогда украинского производителя к тому, что если вы не подписываете это соглашение о вступлении таможенного союза, хотя бы защитить украинского производителя. Давайте тогда покажите, где эти рынки сбыта. За год можно было бы поездить, не транширить эти деньги, а летать туда, где можно было бы защищать украинского производителя и расширять тогда эти рынки. Ничего этого не сделано. Доречи. Вообще парадоксальная вещь. Представьте себе, мы же многие из вас в советское время понимали, как работали и понимали степень ответственности за принимаемое решение. Вот только в октябре, в октябре месяце подписано распоряжение Кабинета Министров в лице вице-премьера Бойко, который отвечает в том числе за Народоноседие, подписано распоряжение о создании рабочей группы по изучению последствий вступления в Украину или подписания Украины в годы. Октябрь, в ноябре уже тогда собирается подписывать. И что же они сделают тогда за это время? Это лишний раз подтверждает то, о чем мы, коммунисты, предупреждали. Никакого расчета, никаких анализных или аналитических материалов не готовилось для принятия объективно правильного решения для народа Украины. Все это делалось только с одной целью – удовлетворить интересы крупного капитала. Ну и последствия, товарищи. Я думаю, что не только сейчас в экономическом плане, потому что тут разворачивает компания обвинения в сторону Компартии в части того, что якобы это наш предвыборный проект. Товарищи, мы о своем отношении к братским контактам с Россией, Белоруссией и другими государствами говорили с дня создания нашей партии перерегистрации ее в 93-м году. И во всех наших программных документах записано как раз, что мы являемся сторонниками братского союза народов независимых государств. Это программное положение нашей партии. Так тут нас в этом обвинять ни в чем не надо, что мы рука Москвы или такая пытается обвинить чуть ли не в предательстве. Товарищи, я уже и в воскресенье в передаче этой телевизионной сегодня в Верховной Раде еще раз обратил внимание, как нагло тот же Ян Дамбинский, это представитель истинного посол ЕС в Украине, который четко заявил, что мы сейчас на пропаганду бросили большие деньги, это государство Европейского Союза и миссии ЕС в Украине. Задействованы многие средства массовой информации, отдельные украинские политики, целые партии и организации. Они финансируются за счет западных грантов. Вот вам смысл, если бы им не надо было втягивать Украину, они бы эти 500 миллионов, как нам поступает информация, долларов не выбрасывали бы на эту работу. Они сейчас это все делают. Вот поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны сегодня очень четко занимать принципиальную партийную позицию, очень жесткую в отношении того, кто пытается позволительно себе допускать обвинение в Компартии, что мы там чуть ли не рука Москвы и так далее. Мы сегодня как раз и отвечаем перед народом Украины за все то, что мы предлагаем. И нам есть что сказать. И о чем сказать. Работа в парламенте сегодня направлена на то, и я сегодня докладывал, как раз еще раз требовал, чтобы включены были следующие законы. Это ликвидация пенсионной реформы. И этот проект закона на этой неделе стоит. Посмотрим, как проголосуют. Это, естественно, ликвидация медицинской реформы. Вы здесь, в Кировограде, почувствовали уже, что такое медицинская реформа и каковы последствия этой медицинской реформы. Далее, это вопросы введения сегодня пени за каждый день просроченной выплаты заработной вклады 0,5% за каждый день от невыплаченной суммы заработной вклады. И сегодня снова требовал, чтобы этот проект закона рассмотрели. В эту пятницу будет рассматриваться проект закона введения моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ведь тарифы будут обязательно расти, и никто их останавливать не будет, если этот режим останется и не будет принято решение в Верховной Раде. Вот это все, товарищи, мы должны понимать сегодня и в практической политической работе максимально использовать, чтобы донести как нашу позицию, так и предостережение, чтобы люди понимали, чем это будет опасно для каждого из них в ближайшее время. Ну и, товарищи, еще раз хочу подчеркнуть. Власть сегодня несостоятельна договориться и изменить те механизмы, которые, ну, они заложили для того, чтобы изменить вектор внешней экономической интеграции, я имею в виду, в сторону Таможенного Союза. В противном случае, как вы понимаете, последствия, я уже говорил, будут очень и очень опасными. Значит, я обращаю ваше внимание, это людям надо рассказывать. Не каждый же читает и слышит, что президент сказал, что надо что-то хлеба где-то зарабатывать и искать, а то приползет домой уже, как говорится, ни рук, ни ног, потому что целый день намахается где-то зарабатывать эту копейку, и не знает, что президент Украины сказал. А президент сказал, что мы идем подписывать угоду про ассоциацию, чтобы вытягивать Европу из кризиса. Так он и сказал. Да, Украина это 7% дополнительно к рынку Европы. Так если мы вытягивать будем, куда мы, где мы окажемся? Да, ну а естественно, мы спасли Европу и мир тогда от того кризиса Третьего мирового, который сейчас развернулся, а он бы еще 30 лет назад бы развернулся, если бы не разрушили Советский Союз, который, по сути дела, вот этим разрушением они использовали для оттяжки во времени наступления периода Третьего мирового кризиса. Поэтому все это для нас, коммунистов, понятно. Мне хотелось бы вас попросить и максимально сейчас использовать работу в наших первичных партийных организациях, идет отчетно выбранная кампания, для того, чтобы каждый коммунист был вооружен этими знаниями. Это очень важно для нас сегодня. Информационно построить работу так, чтобы каждый коммунист знал и ответы на те вопросы, которые сегодня задают или звучат. Это тоже очень важно. Надо сегодня формировать у каждого коммуниста вот эту действительно такую злость политическую, которая даст возможность ему вот эти силы дополнительно иметь и понимать, что реально политические противники это ведь сегодня враги украинского народа. Вот это тоже мы должны сегодня понимать и готовя себя к этой борьбе, где бы мы не встречались с людьми, использовать весь арсенал возможных средств, возможностей, агитации для того, чтобы это людям объяснять. Ну и еще раз хочу...